Вершины правильного 20-ти угольника. Разбили на пары и соединили. Могут ли все 10 полученных входит? Для 6-ти угольника, по-моему, не могут. Для 6-ти угольника, по-моему, не могут. Хорошо, для 4-ти угольника, тем более, не могут. А для 8-ти угольника... Ходы могут быть градусные меры 1, 2 и так далее, 10. Это правда. Для 20-ти угольника. Да. Эту задачу мы только что решили. У меня получилось для Василия. Это диаметр. Давайте я пронумерую вершины. Вот такая история. 5-1, 4-2, 6-3 и, наконец, 8-7. Такие пары. Все отлично. Значит, такое бывает. Для 8-ти угольника правильного. Я сумел разбить вершины на пары. Так, что все горды разных силы. Значит, эта задача имеет содержание. То есть, если Вы будете брать 20-ти угольник, у Вас какая-то должна быть причина, почему не получается. Не то, что всегда не получается. Не то, что всегда не получается. Иногда получается, иногда не получается. То есть, если Вы берете конструкцию, то есть мы думаете, что у нас там 20 вершин, мы получим каким-то образом хороших 5 пунктов. Это неправильный способ решения принципиально, потому что если Вы предлагаете какую-то конструкцию, то, ну хорошо, если у Вас получилось, то все, Вы молодец. Если у Вас не получилось, то сразу возражение, а вдруг Вы предложили плохую конструкцию. Нет, нельзя так вот говорить, что я уверен, что должна быть такая-такая-такая-такая-такая конструкция. Нет, то есть диаметр, конечно, где-то должен быть, я понимаю, а где вот уже короче, уже варианты пошли. Потом еще больше вариантов, еще больше. Подсказка на доске есть. Подумайте, пожалуйста, зачем я вот это написал. Равно? Тройки. Четыре. Пронумерую пушины числами от одного до двадцати. Когда Вы рассмотрите эти самые хорты, то у Вас будут такие соотношения. Вот смотрите. Что значит хорта длины 5? Третья точка, раз вершина, два вершина. Господа, когда Вы берете какую-то конструкцию, то разность вот этих чисел равна тип данных. Правда, здесь возможна неприятность вот какая. Если, вот представьте себе, хорта длины 2 может быть такой. Тогда разность между числами 2 и 20 будет какой? Восемнадцать. Восемнадцать. То есть на самом деле, когда Вы пишете вот такие разности, у Вас не обязательно получатся все числа от одного до десяти. В некоторых местах, может быть, у Вас будет написано не число А, а число 20 минус А. То есть вот не двойка, а восемнадцать. Или там не пятерка. Пожалуйста, такое возможно. Но, с другой стороны, четность от этого не зависит. Идея понятна? А значит, когда Вы пишете все числа от одного до двадцати и соединяете их в такими ходами, когда Вы берете разности, то получаете либо А, либо 20 минус А. Да, вот здесь напишем все эти разности и все их сложим. Тогда у Вас, смотрите, как с плюсом или с минусом, какое число с точки зрения четности неважно. Поэтому в левой части с точки зрения четности будет просто сумма всех чисел. Потому что любое число с плюсом и с минусом имеет одну и ту же четность. Значит, в левой части будет просто сумма всех чисел от одного до двадцати, то есть двести десять. А в правой части, с точки зрения четности, будет сумма всех чисел от одного до десяти, то есть пятьдесят пять. А двести десять и пятьдесят пять имеют разную четность. Ну, все.